Так, не рыпайся, милая, пристегнись. Вот сюда вот. Видишь, для тебя даже два кресла. Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием MySAMK. Затянулся наш капитальный ремонт, конечно, и, как оказалось, друзья, 4,5 тысячи марок нам точно не хватит для того, чтобы купить все абсолютно запчасти, которые нам необходимы. Можно, конечно, покупать самое важное, потому что у нас не все сгнило, как вы можете видеть справа внизу. Ну, практически все на самом деле. Ну, можно и сэкономить на чем-то. Но я думаю, мы все же закончим именно капитальный ремонт, будем менять все. Для этого нам нужно еще немножко подкопить. И я знаю один способ. Не будем мы, наверное, уже высасывать говно, потому что, ну, сколько мы уже раз это делали. И на тракторе мы, на самом деле, гоняли уже много-много раз. Но у нас, друзья, с вами вот здесь вот бражечка осталась. Я помню, она дерьмовая. Прозрачная, смотрите. Полная херня, короче. Но, по-моему, Михалыч 150 марок за бутылочку давал все-таки. Мы пытались тогда заработать ачивку, и так я ее не получил, по-моему. И вот по бутылочке, по 150, мы спокойно, я думаю, заработаем до 7000. 7000 с чем-то. 7000 с чем-то нам нужно для того, чтобы приобрести абсолютно все. Давайте посмотрим, сколько у нас там бутылок. А, ну и, кстати, сегодня также мы затестим небольшую функцию в новом обновлении. Это шкала стресса, как вы видите. И теперь не нужно будет оправдываться, когда вы выпиваете. А вы наверняка делаете в этой игре это постоянно. Теперь не нужно ни перед кем, ни перед чем оправдываться. Вы просто снимаете стресс. Это жизненно важный показатель, между прочим. Чтобы не умереть, вы, конечно же, немножко подвыпиваете. Так, ну смотрите. Сейчас мы прикинем. Наверное, все будем использовать бутылки из-под сока. Правда, выжрать сок придется. Сейчас мы прикинем, сколько в итоге бутылок получится. Ну-ка, давайте еще по сусекам поскребем. Вот еще бутылочка. Они, кстати, наполнились соком, потому что я точно помню, они были пустые. Хотя, может, я их и не опустошил на самом деле. Так, ну-ка, и все, что ли? Вот здесь вот, смотрите. В колесе где-то. Так, ну это не то, что нам нужно. Может, в этом колесе? Нет, все, бутылки из-под сока, друзья, похоже, закончились. Не так уж и много у нас их. Можно заехать, в принципе, в магазин. И через магазин потом уже к Михалычу поехать. Но не знаю, целесообразно так делать или нет. Так, итак, друзья, короче. У нас всего ничего бутылок. Сколько там? Пять или четыре? Четыре. И еще где-то одна здесь валялась. Вот она, пятая. Ну-ка. Нет, здесь уже ничего нет. А, вот шестая. Шесть всего лишь бутылок. Не знаю, сколько будет за каждую бутылку давать Михалыч. Но я думаю, минимум соточка. Да, блин, это чуть маловато на самом деле. Много мы, судя по всему, не заработаем. Я помню, какой-то обуз был. Что приезжаешь к механику. Ой, к механику, к Михалычу приезжаешь. Отдаешь ему, продаешь одну бутылку. Получаешь деньги. А потом что-то отъезжаешь от него. На какое-то расстояние потом приезжаешь обратно. И вторую бутылку он уже приобретет за большую цену. Но не знаю, насколько сейчас этот обуз работает. Возможно, его пофиксили. Ну ладно, план тогда такой. Сейчас мы во все бутылки заливаем наши пойлы. Ну или антистресс теперь, наверное, правильно говорить. Конечно же, антистресс, друзья. Чем крепче напиток, тем меньше стресса. Сегодня, кстати, и затестим. Заодно в этой серии. Сейчас выпьем пару бутылочек потом спиртного, естественно, антистресса нашего. И посмотрим, насколько шкала стресса опустошится. Блин, почему она поднимается? На самом деле непонятно. Постепенно она медленно поднимается. Неужели я в стрессовую какую-то ситуацию попал? Я действительно переживаю, может быть, о своих родителей. Потому что сколько я уже здесь живу, они так и не вернулись. Где же вы? Я вас до сих пор жду. Так, пустая, пустая. Вот еще сок. Почему, кстати, сок не утоляет жажду? Видимо, он совсем какой-то приторный. Так, все, друзья, давайте наливать тогда. Посмотрим. Да, получился именно тот напиток, который нам нужен. Так, ну, по-моему, он в голову даже не дает. Я его пробовал. Ну-ка, сколько там еще? Где он до хера, на самом деле? Может, до 7000 мы и дойдем с вами. Так, отлично. И сейчас будем все это дело грузить. Давайте не будем закрывать, наверное, крышкой уже. В этом смысла абсолютно никакого нет. У нас тут еще ингредиентов немного осталось. Вот там сахар, дрожжи и так далее. Так, иди-ка, хочется пить. Надо хлебнуть водички. Сначала мы отправляемся к Михалычу. Продаем ему одну бутылку, ну, или все вот эти вот шесть. И если нас цена устраивает, мы тогда... Блин, может, с собой тогда взять ведро? Да, наверное, мы с собой возьмем. Если нас цена устраивает, мы тогда отправляемся в магазин. Закупаемся еще соком. Наполняем бутылки снова пойлом. Так, ну и поедем мы, кстати, на фургончике, конечно же. Я заправил, кстати, его немного. Или даже полный бак залил. И так не оплатил, кстати, топливо на заправке. Нужно, наверное, расплатиться. Я думаю, там, ну, баксов 500, точнее, марок финских. Так, надо было подогнать поближе фургончик. Так вот, о чем я говорил? Мысль потерял. А, так вот, и потом из магазина снова поедем к Михалычу. Если опять же цена нас устроит. Вот, давайте сейчас я быстренько запихаю все бутылки в фургончик. И сейчас мы отправимся уже. Ну и, конечно же, немножко антистресса возьмем. Один ящичек, я думаю, вполне хватит. Еды, по-моему, у нас нет. В каждом видео, под каждым видео в комментариях обычно пишут, что вон там сосиски были, вот там пицца валяется. А я постоянно куда-то все это дело задеваю и не могу найти. Может, где-то вот здесь есть еда, если повнимательнее посмотреть. Но, честно говоря, я не вижу тормозной жидкости, пивас. Может, под сидением? Да нет, вроде как. Так, здесь еды точно нет. В гараже тоже навряд ли будет еда. Да, тоже еды нет. В холодильнике у нас тоже пусто. Ну, молоко осталось. Короче, поехали, наверное. Ничего страшного, все равно я не голоден из-за того, что напился этого сока. Не знаю, где еда, короче. Потом как-нибудь найду. В грузовике, по-моему, были сосиски. Да, открой эту дверь. Но они тоже куда-то пропали, блин, не знаю. Вот канистра валяется. Бензиновая. Поехали так, короче, насрать. Мне кажется, я успею доехать до магазина. Так, давайте вот сюда вот размещаем. Самое ценное... Тихо-тихо-тихо. Я вроде плотно закрыл крышку. Так, не рыпайся, милая, пристегнись. Вот сюда вот. Видишь, для тебя даже два кресла. Механик у нас недалеко, так что я даже, пожалуй, срезать не буду. Фары только вот включу. На всякий случай повыше камеру подниму. Что-то пролаг был какой-то. Вторую передачу. И давайте топим. Я выключил, кстати, пружину. Теперь руль снова вращается легко. И в конце концов я определю для себя, что лучше. Сравню и определю, что лучше с пружиной или без пружины. Так, давайте поднажмем. Что-то я совсем стал аккуратничать. Надо поторопиться, наверное. Успеть до заката еще в магазин. Блин, мне кажется, в магазин мы как раз-то ночью приедем. А вот, я, кажется, понял, о чем вы говорили. Вот здесь вот валяются и сосиски, и пивас. Где-то был, вот он. Пивас, друзья. Не знаю, откуда он выпал. Возможно, из грузовика. И где-то здесь блестели красным цветом сосиски. Так, вот они. Так что еда у нас все-таки есть. А, это не сосиски даже. Это пицца. Ну, ничего страшного. Погрызем и замороженную пиццу. Не обломаемся, друзья. Все, запихиваем все это дело. И теперь уж точно можем продолжать движение, ни о чем не переживая. Так, ну, дорогая, ну что ж ты делаешь? Вот здесь вот. Ты должна находиться вот здесь вот. В принципе, на самом-то деле и без пружины достаточно комфортно. Просто непривычно, когда руль не возвращается в исходное положение. И поэтому по сто раз приходится его перекручивать. Или смотреть на сам руль, собственно. Потому что может случиться что-то плохое в итоге. Так, я надеюсь, мы так же не встретим. Как всегда я говорю, в общем, эту фразу. Я надеюсь, что мы не встретим Леньку, которая влетит нам прямо вперед. Выбьет лобовуху и, скорее всего, убьет нас. Так же не хочется его встречать. И так же, наверное, сокращать мы не будем. Через железную дорогу. Просто поедем по обыкновенной дорожке. Как и всегда, собственно. Сокращать путь я буду только до магазина. Потому что это имеет смысл. Действительно, можно кучу времени сэкономить. И не свалиться куда-нибудь. Потому что там достаточно опасная дорога. Как вы знаете. Поворачиваем в лоб. И вот сейчас мы уже можем и встретить нашего любимого друга. Ну, не любимого, конечно. Но горячо известного. Третья передача. Правда, сейчас нам снова нужно будет поворачивать. Но ничего страшного. Я думаю, здесь можно спокойно разогнаться. А потом резко затормозить. И ничего страшного не будет. Главное, чтобы наша возлюбленная, которую мы хотим продать полностью, не вылетит. С тобой все хорошо, дорогая? Так и лежи. Ты что, хочешь посмотреть что-то в бардачке? Тебе может помочь найти? Ладно, ладно. Оставайся на месте. Главное. Главное, не выпрыгивай, дорогая. И все будет хорошо, я уверен. Я тебе, конечно же, никуда не продам. Ни в какое рабство. Все будет хорошо. Мы едем отдыхать на озеро. Как и планировали. А на самом-то деле, я просто свихнулся уже. Жить в этой деревне. И считаю уже этот великолепный напиток своей женщиной. Потому что другого у меня ничего нет. Все друзья от меня отвернулись. Даже Леньки, смотрите, нет. Но и правильно, на самом деле. Я надеюсь, его и не будет в этой нашей поездке. Так, давайте поднажмем. Уже осталось совсем немножко. Вот-вот мы приедем к Михалычу. По-моему, это его дом. Или нет? Нет, это Иваныч. Да? Иваныч на месте? Нет, его нет. Давайте проедем дальше. Я надеюсь, что он на месте Михалыча. По-моему, он круглые сутки там сидит. Вроде как должен. Ну, кроме тех моментов, когда его нужно подвозить. Так, вот это не дом Михалыча. По-моему... Он, да. Так, друзья, поворачиваем. Надо первую передачу врубить. Заезжаем. Здорово, Михалыч. Мы к тебе приехали. С хорошими новостями, можно сказать. Сегодня ты снимешь свой стресс. Так, ручник. Дорогая, куда-то, смотрите, наша совсем решила спрятаться. Так, ну сиди ты здесь пока что. Пока что ты не понадобишься. И давайте берем наши напитки. Смотрим, сколько отвалит за одну бутылочку. Наш дорогой друг. Держи, братан. Попробуй. Так, ну-ка. Я рассчитываю как минимум на сотку, братан. Я надеюсь, ты меня понимаешь. Я сейчас нуждаюсь в деньгах, и мне надо как-то семью прокармливать. Ты же понимаешь. Так, я надеюсь, он будет хотя бы доволен. Хотя бы 50, я уже думаю. Пожалуйста, хоть что-нибудь. Прошу тебя. Хотя бы доллар. Ну-ка, ну-ка. 130. Ну, в принципе, так, как и я. Столько, сколько я ожидал, точнее. Так, сразу второй мы можем продать. Сейчас посмотрим, останется ли цена та же. Да, он теперь сразу, смотрите, сведет нам деньги. 130. Ну, тестировать, я думаю, мы не будем. Уже отъезжать далеко и так далее. Продадим по 130 вот эти вот бутылки. А потом... Так, ну-ка, давай еще 130. А потом уже заедем в магазин, купим новые. А я не помню, сколько там сок на самом деле стоит. Будет ли выгодно покупать сок, потом наливать туда наш прекрасный напиток. 130. Уже 5000, друзья. Совсем немного. Ну, как сказать, относительно совсем немного нам осталось. И плюс еще 500 баксов мы сейчас лишимся. Из-за того, что нам нужно оплатить бензин. По-другому сок никак не купить. Так, еще одна бутылочка. Ну, если что, я за кадром тогда под конец уже заработаю. Блин, смотрите, какие у него подмышки. Просто блевать тянет. Все, Михалыч, жди, скоро новая партия прибудет. Все, да, точно больше чего нет. Так, друзья, мы с вами в стрессовой ситуации. И, как вы знаете, нужно взять антистресс. Давайте посмотрим. Одну бутылочку мы выпиваем нашего антистресса. Закидываем ее вот туда вот наверх. И, ну, немного, на самом деле, мы сняли стресса. Но снимаем, да. Давайте еще бахнем тогда. Как же орет поезд. Еще бахнем. Ну-ка, попаду я в Михалыча. Ловим, Михалыч. Да, и совсем чуть-чуть, на самом деле, отнимается. Порой, мне кажется, что вообще шкала не убывает. Ладно, садимся за руль и погнали теперь в магазин, друзья. Скорее всего, мы как раз вечером придем, посидим в пабе, попьем кофейку. И будем ждать до утра. В скобочках обузить сохранение, естественно. Да, пожалуй, я все так и оставлю. На самом деле, не буду врубать эту пружину. Легко вращается руль. И, на самом деле, это комфортно. Теперь водить автомобиль достаточно комфортно. Тем более, я не думаю, что руль жесткий у реального такого фургончика, который послужил прототипом этого. И мы, кстати, так и не встретили... Так мы и не встретили... Давайте по асфальту, что ли. Так мы и не встретили Леньку. Опять он куда-то, наверное, в дерево впилился. Или что-то с ним нехорошее произошло. Сейчас покатаемся по асфальту. Сильно гнать не будем, потому что, как вы знаете, фургончик начинает расколбашивать, если сильно гнать. Так, разворачиваемся, точнее, поворачиваем. Все, но на четвертой передаче все-таки прокатимся, я думаю. Вот мы уже и приехали, можно сказать. Дорогая наша совсем, смотрите, укатилась, куда-то спряталась. После того, видимо, как увидела, как мы ее потроха продавали в бутылочках. Мне кажется, она совсем испугалась. Так, вот он знак, сейчас будет поворот. И мы, наконец, будем у магазина. На этом мы, наверное, и будем заканчивать. Но сейчас посмотрим. Так, поворотник. Зачем-то включим. Сейчас повернем. Аккуратненько. И посмотрим. Если магазин будет открыт... Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально, друзья. Если магазин будет открыт, то продолжим. Если он будет закрыт, тогда я уже за кадром все доделаю. И я думаю, накоплю, наконец, нужную, необходимую сумму. Мне кажется, закрыт все-таки магазин уже. О, ребята, смотрите, как всегда, развлекаются. Давайте вот здесь вот запаркуемся. Аккуратно. Нейтралочка. Ручничок. Да, магазин, понятное дело, уже закрыт. Поэтому я решил заглянуть в паб. Почему бы не выпить кофейку? И, друзья, тут же я вспомнил про главный антистресс, про который я совсем совершенно забыл. Дело в том, что в игру добавили, друзья, сигареты. Причем их можно, смотрите, купить как в пабе, так и в магазине. 17 марок они стоят. Ну-ка, давайте закажем, подкинь-ка, пачечку сигарет Василий. Так, одна пачечка всего лишь. Я думал, на самом деле, целый блок будет стоить 17. Ну, на самом деле, терпимая цена. Вот такая вот упаковочка, друзья. Никаких больших надписей о том, что курение убивает. Можно ненадолго даже забежать в магазинчик и посмотреть, где они там продаются. Вот, кстати, и некоторые бутылки из-под сока. Вот здесь вот как раз нехилое количество. Так, где здесь сигареты? А, вот они. Вот сигареты, да, по пачке можно за 17 марок приобретать. Ну и теперь давайте немножко покурим, друзья. Посмотрим, как это сделать можно. По-моему, на клавишу I, что ли, надо нажимать. Так, давайте присядем вот сюда вот на стол. Рядом с нашими друзьями. Так, нажал я F и он просто взял ее, видимо, в карман, я не знаю. Нигде это не отображается. Слышь, братан, у тебя прикурить-то есть. А то держишь сигарету в зубах и даже не зажег ее. Так, ладно, допустим, мы взяли, в общем, пачку. Допустим, положили куда-то в карман или в руке. Ее держим. Теперь нажимаем на клавишу I. Так, мы ее зажгли, друзья. 20 сигарет у нас осталось. Видимо, имеется подобие инвентаря какого-то. Так, теперь затянуться. То есть I нужно нажать и держать. Смотрите, затягиваемся. Ну-ка, хорошенько надо затянуться. И выдыхаем. Во, вот это хорошо, друзья. Вот это я и понимаю, антистресс. Сигареты в этой игре, это, конечно, хорошо, но дело в том, что тут также присутствует, по словам разработчика, зависимость. То есть теперь у нас стресс будет, шкала стресса быстрее заполняться гораздо. И сигареты только, видимо, нам хорошо будут помогать. Ах, красота. Причем, когда мы курим, наши руки, похоже, полностью функционируют. То есть мы можем брать какие-то предметы, смотрите, открывать-закрывать двери спокойно, ни о чем не переживая. Так, Антоха с Федькой все-таки уехали куда-то, судя по всему. Ну-ка, интересно, обводить мы сможем. Давайте попробуем сейчас быстренько. Так, открываем дверь, присаживаемся. Да, лоу, мы спокойно можем и курить за рулем. Ну-ка. Да, спокойно курим. Одной рукой водим, как все нормальные пацаны делают. Только сигареты бы переложить в левую руку, и, знаете так, из окошка ее высунуть немножко. Ну, в принципе, ничего удивительного. На самом деле мы же и бухать можем за рулем. Ладно, друзья, на этом мы уже закончим. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok